Крупный пассажироперевозчик Барнаула обратился в Следственный комитет России и прокуратуру края с просьбой разобраться в ситуации и вернуть себе право работать на трех городских маршрутах. В компании считают, что комитет по дорожному хозяйству Барнаула безосновательно лишил предприятия возможности на перевозку. Это подтвердило и заключение антимонопольной службы, но чиновники отказываются его исполнять. Напомним, Агастранс больше 10 лет работал на маршрутах 33, 77 и 121. В этом месяце у компании заканчивается свидетельство, поэтому Дорожный комитет осенью прошлого года объявил конкурс на эти направления. Как сообщают руководители предприятия, в первый раз им отказали в участии из-за долгов в 26 копеек. При повторном конкурсе Агастранс проиграл другой компании, Транслайну. Ее подготовку оценили выше, при том, что компания зарегистрирована в Повалихе, в ее штате официально 4 сотрудника, а ее автобусы сейчас ходят по маршрутам в городах и районах края, хотя такая занятость машин запрещена положением конкурса. Более того, юристы Агастранса всерьез сомневаются в том, что конкурент найдет к сроку необходимые четыре десятка автобусов и водителей на них. К нам уже обращаются с просьбой предоставить данные автобусы на линию, так как автобусов нет. Те автобусы, которые были заявлены на конкурс, они остаются в тех городах. Но это же очевидно. То есть к вам сам Транслайн обратился? Через третьих лиц к нам обращаются некие лица с просьбой предоставить автобусы. Понимаете? Комитет об этом знает. Они говорят, да, они ищут автобусы. У них еще есть время, они, может быть, их найдут. Новичок должен заступить на три маршрута уже 26 марта. При этом антимонопольщики нашли многочисленные нарушения при проведении конкурса пассажироперевозчиков и выдали заключение отменить его итоги. То есть вернуть право работы на маршрутах Агастранцу. Но в Дорожном комитете города с этим не согласны. Примечательно, что на прошлой неделе на официальном сайте администрации Барнаула появилась информация о том, что во исполнении предписания антимонопольной службы результаты конкурса аннулированы. Однако уже через несколько дней сообщение было удалено. Добавим, что в подобной ситуации еще один барнаульский перевозчик ИП Еньшина. Он также ищет правду в суде.